Наша планета полна удивительных феноменов, и если практически все могут объяснить самые распространенные из них, дождь, град, смерть и так далее, то самые необычные природные явления иногда сможет объяснить только ученый, а увидеть такое – настоящая редкость и удача. Именно о таких редких явлениях я сегодня вам расскажу. Ученые до сих пор не уверены в том, почему появляются вулканические молнии. Такое зрелище впечатлит любого. Во время мощного извержения вулкана появляются молнии. Основная теория объясняет это явление тем, что извергаемый вулканом положительно заряженный мусор вступает в реакцию с отрицательными зарядами атмосферы. Так называемые подводные сосульки появляются под поверхностью льда в море. Их еще называют ледяными сталактитами. Они возникают, когда на нижней стороне льда остаются участки с холодной соленой водой, которая плотнее обычной морской. Такая соленая смесь медленно опускается на дно, а вода вокруг начинает замерзать, что и приводит к появлению гигантской сосульки подо льдом. Кальгаспоры. Это удивительное снежное явление на высокогорных ледниках. Они представляют собой ледяные образования до 4 метров в высоту, которые под воздействием солнца принимают форму острых шипов. Удивительное природное явление – снежные пончики. Это большие снежные камы с отверстием внутри, которые по форме напоминают пончики. Они образовываются при определенных температурных условиях во время снегопада, когда часть снега склеивается и под действием ветра катится вниз по склону. Загадочное полярное сияние. Можно наблюдать вблизи магнитных полюсов южного и северного полушарий Земли. Интенсивность такого сияния зависит от солнца. Явление может длиться от нескольких часов до нескольких дней. Движущиеся камни. Находятся они в Калифорнийской долине смерти на поверхности пересохшего озера Рейстрек-Плая. Ученые так и не могут сойтись в объяснении этого феномена. Принято считать, что валуны весом до десятка килограмм падают с холмов и медленно скользят по глинистой поверхности. Очень редкое явление – огненный смерч. Он возникает при сильнейших пожарах и достигает огромной высоты до 5 километров. Такой огненный вихрь может двигаться с большой скоростью, уничтожая все на своем пути. Выме образные или трубчатые облака – это предвестники больших ураганов, которые приносят тропические циклоны. Они имеют удивительную форму труб или своеобразных мешков. Описанное одним из персонажей фильма «Пираты Карибского моря» Мистером Гипсом явление «Зеленый луч» действительно существует. Такой луч возникает в момент полного исчезновения или появления солнца на морском горизонте. Его также можно увидеть в горах. Необычные солнечные столбы можно увидеть, когда лучи заходящего солнца отражаются в нескольких слоях облаков, которые содержат кристаллы еда. В результате видны огромные столбы света, которые уходят высоко в небо. Также существуют и лунные столбы. Продолжение следует...